Послание к Евреям 4.10 В 10 стихе сказано, «Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих». Если вы вошли в покой Его, вы успокоились от дел своих, как Бог успокоился от дел своих. Когда вы вошли в покой, когда вы пребываете в покое истины того, что исцеление уже стало доступным, вы успокаиваетесь от любых попыток убедить Бога исцелить вас, потому что исцеление уже стало доступным. Когда вы принимаете то, что освобождение уже стало доступным, тогда вы успокаиваетесь от попыток убедить Бога сделать то, что уже сделано. Как Бог успокоился от Своих дел? А почему Бог успокоился от Своих дел? Потому что Он их сделал. Он закончил. Бог успокоился от Своих дел не потому, что Он устал. Он успокоился от Своих дел, потому что Он закончил. Значит, если мы верим в завершенные дела Иисуса Христа, то и мы перестанем трудиться или что-либо делать, чтобы убедить Бога сделать то, что Он уже сделал. Ключ тут — верить в то, что это уже сделано. Верить в завершенные дела Иисуса Христа. Я верю в то, что исцеление — завершенное дело. Я верю в то, что преуспевание — завершенное дело. Я верю в то, что освобождение — завершенное дело. Я верю в то, что все искупление Иисуса Христа — это дело, которое уже завершено. Оно завершено, хвала Богу. Чтобы мне успокоиться в завершенных делах Иисуса, мне надо прекратить любую религиозную и иную активность, мотив которой — пытаться убедить Бога сделать для меня то, что Он для меня уже сделал. Если вы это понимаете, скажите «Аминь». В 11-м стихе автор продолжает «Итак, постараемся войти в покой Он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в неверие». Единственная причина, почему обеспечение не достигает вас — это неверие. Сегодняшнее послание, у меня нет для него конкретного названия, но я буду говорить о том, как обеспечение будет следовать за верой. В 11-м стихе «Оксюмарон» здесь сказано, «Итак, постараемся войти в покой Он и. Постараемся войти в покой — это оксюмарон. Как это я должен постараться войти в покой?» Тем не менее, кто из вас знает, что постараться — значит применить усилия. Правильно? Тут вовлечены усилия. Автор говорит, «Постараемся. С моей стороны будут усилия, чтобы войти в этот покой». Говорю вам прямо сейчас. Когда вы пойдете к врачу, и врач скажет вам плохой диагноз, вам придется постараться войти в тот покой исцеления, который уже совершен. Что надо сделать? Открыть свои уста. Это тоже может быть старанием. Открыть свои уста и не сказать то же, что говорит врач, но сказать то, что завершил Иисус. Это требует усилий. Вы понимаете, в вашем мозгу буря. Вы только что услышали неприятное известие. Вы приняли решение быть в покое, а это требует усилий. Потому что все сказанное врачом бьет и бьет вам по мозгам. Однако вы открываете свои уста и говорите, «Спасибо, Господь, я исцелен». «Спасибо, Господь, я исцелен». У меня есть сильное откровение по этому поводу. Возможно, для вас это не откровение. Но помните, когда Иисус накормил множество людей обедом из двух рыбок? Вы осознаете, что Он ни слова не сказал о нехватке? Вы понимаете, что Он сказал? Он сказал принести Ему эти две рыбки. И помните, как Он помолился? «Господь, благодарю Тебя». Он стал благодарить Бога за то обеспечение, которое Он уже дал. Он благодарил Бога за две вещи. Он благодарил Бога за эту пищу. Аллилуйя! Он благодарил Бога за обеспечение, которое уже существовало. Никогда не тратьте время попусту на нехватку или на то, чего нет. Проводите все свое время в благодарении за то, что у вас есть. Если у вас нет ничего из этого на данное время, тогда благодарите Бога за то, что есть у Него. Иначе говоря, если вы смотрите на свой банковский счет, и у вас нехватка 200 долларов, то даже не тратьте время зря на нехватку в 200 долларов. Все время отдайте на 250, которое у вас есть. Спасибо, Господь, за 250. Спасибо, Господь, за... О, Боже, Ты снабдил меня суммой в 250 долларов. О, я воздаю Тебе хвалу за это. Не надо даже адресоваться к нехватке, поскольку вы так благодарны за то, что у вас уже есть. Вы входите в дух умножения, и это умножит все то, за что вы благодарны. Это умножит все то, за что вы благодарны. Говорю вам, это ключ к преуспеванию. Не тратьте время на нехватку. Благодарите Бога за все, что появилось у вас. Именно это я и делаю, когда прихожу. Я так благодарен за всех вас, кто приходит на изучение Библии в среду вечером. Я так благодарен за всех вас, вы работаете весь день, проходите через разные обстоятельства, и потом приходите сюда и сидите здесь. Я благодарен за то, что есть те, кому я могу проповедовать. Я благодарен за это. Знаете, что я заметил? Чем больше я благодарю за то, что вы приходите на изучение Библии, видите вы это или нет, тем больше по всему миру происходит увеличение числа людей, приходящих на изучение Библии. Сейчас достаточно людей, чтобы дважды наполнить доум. Ну разве это не что-то? Да. Я благодарю Бога. Аллилуйя. Я воздаю Ему хвалу. И ради этого надо делать паузу. Это труд. Послушайте, я, приходя к вам, никоим образом не говорю, что это так легко. Это труд. Это требует усилий. Дело обстоит так. Все ваши эмоции присутствуют в зависимости от того, через что вы проходите. И вы знаете правильно, что нужно делать. Успокаиваться в том, что Христос уже сделал. Так что слова, исходящие из ваших уст, должны быть словами, соответствующими завершенным делам Иисуса. И эти слова будут четко обозначать для вас, и для тех, кто вокруг вас, я буду успокаиваться в завершенных делах Иисуса Христа. Возможно, слезы будут наворачиваться вам на глаза, но доказательство для всех слушающих, я буду успокаиваться в Иисусе Христе. Так что я говорю, не посчитайте чем-то странным, когда обнаруживаете себя старающимися войти в покой Оны. Старайтесь войти в покой и успокоиться от дел своих. Успокойтесь от следующего. Мне нужна новая работа. Значит, я буду молиться по крайней мере два часа, чтобы убедить Бога дать мне новую работу. Об этом Писание говорит. Не делай этого. Не делай так. Вместо того, чтобы найти себе еще труд, стараясь убедить Бога, что-то сделать для вас, автор послания говорит, верьте в то, что Он уже это сделал. Ведите себя соответственно завершенным делам Иисуса Христа и старайтесь войти в покой. Старайтесь войти в покой. Стараться войти в покой может значить, что вы боретесь со своими мыслями и говорите, «Нет, я не буду такого думать. Я не буду целый день сидеть и думать об этом. Я не буду сидеть целый день и думать, что так будет всегда». Нет, нет, нет. А вы знаете, как контролировать свои мысли? Вам необходимо открывать свои уста. Вы должны открывать свои уста и говорить себе в псалмах, гимнах и песнопениях духовных, что вы тем самым делаете. Вы стараетесь войти в покой Оны. Что же в конечном итоге произойдет? Не всегда, не все время вам будут требоваться старания для того, чтобы войти в покой. По мере того, как вы будете стараться войти в покой Оны, будет приходить легкость, будет приходить знание, будет приходить легкость, удовлетворенность и убежденность, «Всё уже сделано. Вот во что я верю. Это всё, во что я буду верить». «Всё уже сделано. Вот во что я верю. Это всё, во что я буду верить». И вы знаете, как действует враг? Как только вы начнёте это делать, что-то будет вас встряхивать в какой-то мере, что-то увиденное, какие-то чувства, какие-то обстоятельства. А вам надо реагировать на это соответствующе, успокаиваясь в том, что Иисус уже сделал. Соответствие и успокоенность в том, что Иисус уже сделал. Я вам скажу, может быть много чего, что Бог поведет вас сделать на земле, однако не полагайте свою веру на это. Пусть ваша вера будет в Господа. Врачи могут дать вам лекарства, но не факт, что оно принесет вам пользу. Поэтому пусть ваша вера будет в Иисуса. Аминь. Когда берете таблетку, молитесь. Боже, сделай с ней то, что ты сделал с той не очень качественной пищей. Когда я помолился, Господь, я молюсь за эту пищу. Сделай с ней что-нибудь во имя Иисуса. Но мы должны фокусироваться. Помните, я вам говорил, вам необходимо начать думать о том, о чем вы думаете, потому что это определит, будете ли вы более чувствительным к чему-либо, или ваше сердце будет черство к этому. Если вы думаете об обетованиях Божьих, и думаете о том, что это завершенные дела Иисуса Христа, тогда и будете более чувствительны к тому, чтобы успокаиваться в этом. Если же вы никогда не думаете о завершенных делах Иисуса Христа и заняты тем, что артикулируете мысли по поводу конкретной ситуации, раз вы не думаете о завершенных делах Иисуса, ваше сердце черствеет к ним, и потому они не исполнятся. Знаете, сегодня утром, делая упражнение, я подумал, «Я должен написать книгу о том, как верить правильно». За годы мы пришли к выводу о том, что не все знают, как правильно верить. Мы знаем, что правильная вера ведет к правильной жизни. Но я убежден в том, что многие люди просто не знают, как верить правильно. Мы смешиваем собственные усилия с настоящей верой. Когда я говорю, что верю во что-то, это значит, что я верю в это настолько, чтобы пребывать в покое. Я верю в это настолько, что признаю это. Я верю в это настолько, чтобы соответствовать, быть в согласии с этим. Когда я говорю, что во что-то верю, то я верю в это настолько, чтобы сотрудничать с тем, что, как я верю, уже было сделано. Думаю, я сказал множество синонимов. Но все это означает одно и то же — верить. Но я полагаю, что в данный момент вашей жизни необходимо разобрать это детально, чтобы вы увидели практическую сторону того, что должно происходить внутри вас. Дело в том, чтобы доверять и верить в то, что уже было сделано. Я доверяю и верю в то, что уже было сделано. Я доверяю и верю в то, что Бог, Бог уже заботится обо мне. Обо мне заботятся. Я исцелен. Я избавлен. О моих детях заботятся. О моих финансах заботятся. Если обстоятельства и ситуации пытаются противоречить этому, вы как христианин должны знать, что можете приходить и показывать себя, насколько возможно. Но я уже утвержден в этой истине, и я буду оставаться в покое. Я не стану пытаться делать нечто религиозное, чтобы убедить Бога сделать это для меня. Почему? Потому что я верю в то, что это уже было сделано. Потому что я верю в то, что это уже было сделано для меня. Знаете, что я говорю? Вам надо слушать это снова и снова. Вам принесет пользу взять диск и слушать это послание снова, снова и снова, пока что-то не взорвется внутри вас, пока вы не начнете бегать и говорить, «У меня это есть! У меня это есть! У меня это есть!» Потому что когда вы вложите эту истину сюда, вы будете наверняка знать, вот что делает религия. Она хочет, чтобы вы постоянно занимались тем, что убеждали Бога что-то сделать для вас, чтобы вы постоянно старались заработать Его любовь, Его милость, постоянно старались убедить Его что-то сделать. Вы не думаете, что это сделано, поскольку оно не проявилось на вас. Дамы и господа, вот очень важный аспект всего, что сделал Бог. Он не только сделал это, но и Сам разместил прямо внутри вашего рожденного свыше Духа. Вы живете со всем необходимым для вас, внутри вас, но необходим покой, чтобы войти в это. Аллилуйя! Необходимо войти в этот покой и хранить свой разум, хранить свое мышление, не позволять приходить к всяким мыслям. Будьте осторожны, чтобы не стать таким. Не стать таким небрежным. Но не это я хочу сказать. Вот что я хочу сказать. Когда все идет хорошо, когда все выглядит хорошо, гладко, вот тогда мне и надо более всего собраться. Иногда, когда все идет нормально, хорошо, вы не делаете того, что делали бы. Когда все выглядело бы не так хорошо. Когда все выглядит хорошо, продолжите ли вы исповедовать согласно тому, что все уже было сделано? Продолжите ли вы пребывать в покое? Продолжите ли вы делать все это? И я все более познаю, что жизнь — это действительно жизнь веры. Помните, какое мы давали определение вере? И я хочу уделить этому время. Вера — это то, как мы применяем то, что благодать сделала доступным. Вера — это позитивный отклик на то, что благодать сделала доступным. Если я верю в то, что это уже было сделано, тогда моя вера — это не механизм, который пытается сотворить что-то, что уже было сделано. Вера — это то, что я использую. Вера — это мое позитивное отношение. Мой позитивный отклик. Скажите, «отклик». Отклик. Мой позитивный отклик. Скажите, «отклик». Вера — это позитивный отклик на завершенное дело Иисуса Христа. Позитивный отклик на обеспечение, которое, как вы верите, уже дан вам. Религия постоянно побуждает вас делать что-то, чтобы убедить Бога дать вам обеспечение. Но я хочу, чтобы вы изменили своё мышление и поняли, что обеспечение уже обеспечено. Так пребывайте в покое. Смотрите на это, как на уже сделанное. Имейте позитивный отклик. А что это за позитивный отклик? Это соответствующий отклик, который находится в согласии с тем, что, как вы верите, было завершено. Поэтому, если вы обнаруживаете, что действуете, мыслите или реагируете так, что это не согласуется с завершёнными делами Иисуса Христа, тогда, скорее всего, вы открыли дверь для неверия. Когда же приходит неверие, оно блокирует переход обеспечения в вашу жизнь. Далее вот, что я вам скажу. Обеспечение, обеспечение Духа, обеспечение, данное завершёнными делами Иисуса Христа, всегда, всегда будет следовать за верой. Я говорю не о том, что вы верите только потому, что вы так думаете. Вам понятно, о чём речь? Вот с чем я хочу разобраться. Только то, что вы думаете и говорите, что верите, ещё не значит, что вы верите. Вера — это знание, это мир, однако всё это — симптомы. Вера — это отклик. Это покой. Это то, что выходит из ваших уст. Вы можете это видеть. И когда вы рядом с людьми веры, вы переживаете это. Потому что я не буду рядом с теми, кто устраивает драму. Суетливыми, беспокойными. Как есть, так и есть. Раз всё уже сделано, то я и веду себя соответственно тому, что это сделано. Что бы вы сделали, если бы это было сделано на ваших глазах? Вот так вы и ведёте себя. Как бы вы повели себя, если бы увидели проявление благословения на ваших глазах? Вот так вы и ведёте себя. Это и называется верой, в соответствии тому, что уже было сделано, хотя оно ещё и не материализовалось. А теперь давайте откроем пятую главу Евангелия от Марка. Я хочу прочесть это место, потому что вот во что я верю. пока мы не начнём вести себя, точнее сказать, пока мы не начнём сотрудничать с завершёнными делами Иисуса Христа, у нас не будет власти над обеспечением, пока мы не начнём соответствовать. Пока мы не начнём соответствовать завершённым делам Иисуса Христа, у нас не будет власти или мы не будем действовать во власти, в которой Иисус предназначил нам действовать. Давайте откроем пятую главу Евангелия от Марка. Начнем сначала, с первого стиха. Тут говорится о бесах, а многие люди не верят в них. И вот что произошло. И пришли на другой берег моря, они переправились на другой берег моря. Берег здесь, берег тут, и они переправились на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, Иисус выходит из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать, даже цепями. Потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Он находился под действием духовной силы, бесовской силы, и эта бесовская сила воздействовала на его физическое тело. Хорошо, теперь послушайте меня. И я не собираюсь прославлять бесовскую силу, но вы хорошо помните эту историю, когда помазание, когда рука Господня была на Илье, он бежал к воротам Израиля и опередил коней и колесницы. Духовная сила на физической плоти привела к сверхъестественным результатам. Духовная сила была на плоти. В данном случае, хотя сила и бесовская, но она тоже из духовного мира. Я должен что-то пророчествовать вам. На вас придет духовная сила, и не обязательно у вас будут машины, но будет сверхъестественная мудрость, которой не было раньше. У вас будет сверхъестественное водительство, которого не было раньше. И если надо будет, у вас будет сверхъестественная сила передвигать предметы. Если будет необходимость, к примеру, на вас или на вашего близкого упадет машина. Бог знает, как позаботиться о вас. Он даст вам помазание Самсона, да? Вернемся к четвертому стиху. Потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи, и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и горобах кричал он и бился о камни. Он был одержим нечистым духом. И увидев же Иисуса издалека, прибежал, обратите на это внимание, и поклонился ему. Помните, что этот человек одержим бесом, да? Седьмой стих. И, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня?» Иисус, Сын Бога Всевышнего, этот нечистый дух знал, кем был Иисус. Послушайте, что он сказал. «Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». У него хватило смелости сказать, «Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Этот нечистый дух абсолютно знал, кем был Иисус, и абсолютно знал, что его может ожидать мучения. Нечистый дух знал, кем был Иисус до такой степени, что склонился и поклонился ему. Он был в потрясении, что увидел Бога на земле, Бога, облаченного в земной костюм. Плоть. Оба они пришли из духовной сферы. Слушайте дальше. «Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из сего человека». Так сказал Иисус. И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне». «Легион имя мне». «Потому что нас много». Десятый стих. «И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той». Пожалуйста, пожалуйста, гарантирую вам, они говорили о Баде, «Не посылай нас туда, там плохо пахнет». «Не высылай нас из этой страны» и дальше. Послось же там, при горе, большое стадо свиней. Уже не знаю, буду ли теперь вообще есть свиные ножки. И просили его всебесы, говоря, «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. «И устремилось стадо скрутизны в море». Их было около двух тысяч. «И потонули в море». Смотрите. Смотрите. Косущие же свиней побежали. «Да, я знаю». И рассказали в городе. Смотрите. Они рассказали в городе. Скажите. «Вера от слышания». И слышание — Слово Божие. Они рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят. Обратите внимание. Приходят к Иисусу и видят. Речь об одержимом из страны Годоринской. И видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет. И в здравом уме. И устрашились. «Боже мой! Вот человек, который был одержим легионом бесов. И он встретил Иисуса, великого Избавителя. В тот день ему явилось обеспечение. И вот в следующий раз, когда люди увидели его, он был одет, спокоен и в здравом уме». Посмотрите 16 стих. «Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. То, что они увидели, это было нечто. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. То есть для них это было слишком. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся, просил его, чтобы быть с ним. «Почему нет? Ты только что избавил меня от всего этого ада, через который я проходил. Я хочу следовать за тобою всю оставшуюся жизнь. Мой здравый ум вернулся ко мне. Я снова одет. Ты освободил меня». Смотрите, поскольку я хочу, чтобы вы услышали это, иногда ваше освобождение не значит, что вы будете в служении, которое занимается освобождением от того, от чего освободились вы. «Бывает, что Бог освобождает вас для того, чтобы вы распространяли слово где-то еще». Смотрите. «Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим и скажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Итак, то, что мы видели, это милость, сострадание Иисуса к тому человеку. Иисус сказал ему, «Иди, скажи своим друзьям, расскажи людям, распространяй слово». Помните? И поверьте мне, если бы я увидел что-то такое и Господь поручил бы мне рассказывать, я рассказывал бы всем в этой стране, всем. Иисус сел в лодку и покинул это место. Он покинул его. Люди видели все эти события, говорили о них. Тот человек распространяет слово. «И кто из вас знает, что известность Иисуса растет?» Правильно? Смотрите. «И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус». И все дивились. Дальше. Когда Иисус опять переправился, кому понятно, что Иисус посетил это место во второй раз? После всего произошедшего Иисус возвратился и вновь посетил это место. После того, как молва о произошедшем разошлась повсюду, слово распространилось. Смотрите дальше. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот, приходит один из начальников синагоги. Помните, кем был этот человек? Одним из начальников синагоги, религиозным человеком по имени Иаир. И увидев его, падает к ногам его. Правильно? Смотрите. «И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус». И все дивились. Дальше. Когда Иисус опять переправился, кому непонятно, что Иисус посетил это место во второй раз. После всего произошедшего, Иисус возвратился и вновь посетил это место. После того, как молва о произошедшем разошлась повсюду, слово распространилось. Смотрите дальше. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги». Помните, кем был этот человек? Одним из начальников синагоги, религиозным человеком по имени Иаир. И увидев его, падает к ногам его. Я уже готов говорить об Иисусе как об обеспечении. Так. Представьте себе картину. Иисус выходит из лодки. Он выходит из лодки. И тут Иаир падает к его ногам. Я хочу, чтобы вы представили себе эту картину. Иисус выходит из лодки, Иаир падает к его ногам. Он выходит из лодки. «Еще ничего не сказал. Иисус выходит из лодки, Иаир падает к его ногам». Так что происходит? Что собирался делать Иисус до того, как Иаир упал к его ногам? Выйдя из лодки, я уверен, он шел исполнять волю Божью. Но его путь был прерван. Обеспечение было прервано. Что ж, давайте посмотрим. И Иусус сильно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, умоляю тебя, приди и возложи на нее руки». Обратите внимание на то, как он говорит, чтобы она выздоровела и осталась жива. Скажите, «Мне это кажется верой». В этих словах нет сомнения. Поэтому это слова веры. Иисус выходит из лодки, обеспечение выходит из лодки, вера прерывает путь обеспечения. И вера в этот момент берет контроль над обеспечением. И теперь Иисус начинает следовать за Иаиром. Что бы он не собирался делать, когда вера прервала его путь, не сказав Иаиру и одного слова, он идет за ним. Вот что Библия говорит об Иаире. Он упал к ногам Иисуса. Он сказал, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И не сказав ни слова, Библия говорит, Иисус пошел с ним. Обеспечение не ведет переговоров, когда сталкивается с верой. Сейчас я что-то скажу. Иисус пошел с ним. Обратите внимание, известность Иисуса огромна. Люди знали об Иисусе, а все они... Помните, Библия говорит, что люди собрались, когда Иисус еще был в лодке. Они следовали за ним и теснили его. Вы помните, что это такое, когда вас теснят? Люди чуть ли не садятся на вас. Понятно? Все собравшиеся, все люди, они все наваливаются на вас. У меня был такой опыт. Я такое испытал, когда мы были... В какой это было стране? В Уганде? В Гане. Это было в Гане. У нас было собрание на открытом воздухе. Что там было? Маленький мальчик пробился через толпу и сказал, так же, как здесь. Возложи руки на меня, и я исцелюсь. Я говорю, «О, это момент Иисуса». Я больше ни о чем не думал. Я возложил руки на того мальчика, и мальчик побежал хваля Бога. И тут народ ринулся на меня. Я шел давать интервью с Си-Н-Н или что-то такое. Я пытаюсь как-то увернуться. Даже не знаю, как он это сделал. Я остался там, позади. Да? Я изворачиваюсь, люди напирают, говоря, «Возложите руки на меня». Я говорю, «Иисус, что мы начали?» Вот это, когда тебя теснят. Вам понятно? На один момент вернемся к 24 стиху. Иисус пошел с ним, не сказал ни слова. Обеспечение вступило в контакт с верой. И вера взяла власть над обеспечением. И Иисус и обеспечение пошло с ним. За ним следовало множество народа. И теснили его. 25 стих. Вопрос. Что Иисус делает сейчас? Что обеспечение делает сейчас? Следует за Иаиром. Правильно. Посреди того, как Иисус следует за Иаиром, одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, появляется она. Много потерпела от многих врачей. Истащила все, что было у ней. Обратите внимание, она истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы. Но пришла еще в худшее состояние. Она была и больной, и банкротом. Услышав об Иисусе, подошла сзади. То есть, когда все это происходило, она была где-то в толпе, а затем подошла сзади. Очевидно, она услышала об Иисусе. Откуда Иаир узнал о том, что Иисус может прийти и возложить руки на его дочь? Очевидно, услышав об этом. Вот что я вам скажу. Тот парень, который раньше был одержимым, хорошо справился со своей задачей. Он хорошо проповедовал. Потому что, когда Иисус появился, там уже были верующие. О, я благодарю Бога, аллилуйя, за то, что наша церковь, вы понимаете, что я говорю? Там было много верующих. И очевидно, что и эта женщина услышала об Иисусе. Иаир услышал об Иисусе, так что поверил. И эта женщина, страдавшая кровотечением, услышала о нем так, что поверила. Послушайте, я знаю, что они поверили и поверили настолько. Посмотрите на эти две ситуации. Вот начальник синагоги, который был против всего того, что сделал Иисус. Он появляется на публике, и люди видят, как он появляется на публике. Также и женщина, страдавшая кровотечением, появилась на публике. А появляться на публике она не должна была, поскольку она страдала кровотечением. Ее появление на публике было незаконным. Итак, вера вызвала действие. Они верили, и их действие родилось от этой веры. Они не просто действовали, лишь бы действовать. Они верили до такой степени, что вера подвигла их к действию. Они соответствовали. Они знали, что знали, что знали, что это произойдет, поэтому и пришли. Но это женщина. О, вот ее ответ на услышанное о том, что Иисус сделал для одержимого из страны Годоринской. Иисус изгнал из него бесов, и весть об этом распространилась повсюду. Вот отклик женщины. Она сказала, «Я верю в это настолько, что появляюсь на публике, и ставкой будет моя жизнь». Вы знаете о том, что когда она появилась на публике, ставкой была ее жизнь. Она появилась и поставила на кон свою жизнь. Другой появился и поставил на кон свою репутацию. Каков же вывод? Вам необходимо полностью умереть для себя. Если вы боитесь что-то поставить на кон ради того, во что вы верите, то откажитесь от этого. Нельзя бояться поставить что-то на кон ради того, во что вы верите. Если вы в рабстве у людского мнения, если вы в рабстве у своей репутации, если вы в рабстве и боитесь, значит вы еще не готовы. Если же вы верите, то ничто из ранее перечисленного вас не остановит. Знаете эту песню? Я никому не позволю остановить меня. Не знаю, правильно ли я процитировал слова, не могу сказать. Слава Богу! Аллилуйя! Когда вы на самом деле во что-то верите, именно так и было, друзья. Они поставили на кон свою жизнь. Если вы действительно во что-то верите, когда свобода — это то, за что вы готовы умереть, когда вы действительно верите во что-то, вы не можете говорить, что на самом деле во что-то верите, и при этом каким-то образом не соответствовать. Смотрите, разница между тем, что я только что сказал, некоторые люди назовут это собственным усилием. Нет, нет, нет. Я говорю не о том, что вы можете сделать нечто, благодаря чему дела Иисуса будут закончены. Вы для этого ничего не можете сделать. Все уже сделано. Но я говорю о том, как вы сотрудничаете с тем, что уже сделано, и как откликаетесь на это. Когда что-то доступно, вы сотрудничаете и откликаетесь. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. Евангелие от Марка 5, 28. Ибо говорила, «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Но в то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из Него сила, что Он сделал? Что Он сделал? Что Он сделал? И что Он спросил? «Кто прикоснулся к Моей одежде?» Давайте-ка снова вернемся к лодке. Иисус выходит из лодки и наталкивается на Иаира. Правильно? Иаир говорит, «Приди и возложи руки на Мою дочь, чтобы она выздоровела». Не сказав ни слова, Иисус следует за Иаиром. В то время, как Он следует за Иаиром, появляется еще вера. Женщина с кровотечением касается края Его одежды. То есть вера касается обеспечения. И Иисус оборачивается. Не думаю, что вы все понимаете это. Иисус выходит из лодки, и Иаир встречает Его. Давайте я сделаю вот что. Иисус выходит из лодки, Он собирается исполнить волю Божью, Иаир встречает Его. «Приди и возложи руки на Мою дочь, Он следует за Иаиром». В то время, как Он следует за Иаиром, женщина касается Его одежды, и она снова поворачивается. Давайте я сделаю это еще раз. Я буду называть Иисуса обеспечением. Обеспечение выходит из лодки, чтобы сделать то, что необходимо сделать. Вера падает к ногам обеспечения. Обеспечение следует за верой. В то время, как обеспечение следует за верой, вера касается обеспечения за одежду сзади, разворачивая обеспечение. Кто контролирует обеспечение? Кажется, служение Иисуса тут происходит не под Его контролем. Иисус позволил Его служению быть под контролем любого, кто верует. Без единого слова Он пошел с Иаиром. Кто-то касается Его одежды, Он оборачивается. Мы пытаемся представить это так. Нам надо уговорить Бога что-то сделать. Но Бог даже не ведет никаких переговоров. Если появляется вера, Он движется. Если появляется вера, Он следует. Если появляется вера, Он поворачивается. Если вы не получаете обеспечения, то коснулись ли вы Господа? Предположим. Следующий стих. Кто прикоснулся к моей одежде? Ученики сказали ему. 31 стих. Ученики сказали ему. Ты видишь, что народ теснит тебя. И говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но он смотрел вокруг, чтобы увидеть ту, которая сделала это. Значит, очевидно, Иисус говорит не о физическом прикосновении, а об обеспечении. Кто коснулся обеспечения? Есть только один способ коснуться обеспечения. Очевидно, они не все прикасались к нему, но коснуться этого вы можете только одним способом. Вы не можете коснуться этого руками, плечами, локтями. Этого можно коснуться только одним способом. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, понимаете? Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Он воздал заслугу вере, которая сделала это. Хорошо, прочитаем 33 стих. Женщина в страхе и трепете, зная, что в ней произошло. Она знала, что в ней произошло. А что в ней произошло? Обеспечение. Обеспечение избавило ее от нужды. Когда вера касается обеспечения, обеспечение избавляет от нужды. Обеспечение уже было там. Обеспечение ходило по земле в течение 33 лет. Обеспечение, отношение касательно обеспечения, должно быть Я получаю своё, ты своё Вот это имел в виду Иисус, говоря позже, во время разговора о женщине Ибо нищих всегда имеют с собою, а меня не всегда имеете Знаете, что он говорил? Вам больше незачем быть бедным Я здесь Это обеспечение Женщина в страхе и трепете, зная, что в ней произошло Подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину О, дорогие Здесь заложено такое сильное свидетельство Надеюсь, вы меня поймёте Иисус исцелил её, но помните, она, тем не менее, оставалась банкротом Обеспечение же говорит ей Твой позитивный отклик сделал тебя не только исцелённой Но и целостной Иди в мире Понимаете, когда вы целостны и в мире, нет никакой нехватки и нет никакой надломленности Я хотел бы пройти к ней домой Потому что обеспечение, давшее ей исцеление, даст ей и материальное преуспевание Вы не можете быть и целостным, и банкротом Вы не можете быть и целостным, и банкротом, и целостным Вы должны быть целостным И всё остальное должно быть в порядке Никакой нехватки, никакой надломленности Ибо Иисус говорит, ты целостна и в мире А это значит, что Он позаботился и о её финансовой ситуации Хотел бы я, чтобы мы последовали за ней, в её дом Но в Библии сказано, что записать всё было невозможно Иди в мире и будь здорова от болезни своей Когда Он ещё говорил сие, приходят от начальника синагоги Пришёл конкретный человек, хотя здесь и не приведено его имя Пришёл человек из дома Иаира И говорят, дочь твоя умерла Что ещё утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав сии слова Тотчас говорит Иаиру Не бойся Только веруй Посмотрите, что здесь происходит Я уверен, все мы переживали такое Вы верите Богу Аллилуйя Вы верите Богу И обеспечение доступно Но дьявол Посылает вам слово с той целью, чтобы вы усомнились в том, что обеспечение доступно Он постарается, чтобы вы что-то увидели Что-то услышали Что-то почувствовали И это заставило бы вас усомниться в том, что вера и обеспечение вступили в контакт Смотрите, что сказал Иисус Как только услышал эти слова То есть, как только это происходит Это значит, что вы не берёте это домой Чтобы размышлять над этим Вы не берёте это домой, чтобы обдумывать его Как только что-то противоречит вере Вы разбираетесь с этим Разбираетесь сразу же Только у вас появилась мысль Вы разбираетесь с ней Только вы слышите чьи-то слова Сразу же разбираетесь с этим Знаете, иногда надо разбираться с окружающими вас людьми Вы любите их Но они чего-то не знают Послушайте Вам надо разбираться с окружающими вас людьми Я не могу находиться рядом с людьми Которые будут озвучивать сомнения и неверия Направленные против того, во что я верю Потому что то, во что я верю И так уже невозможно для человека И мне не зачем выслушивать ваши мысли Иисус сказал Не бойся, только веруй Следующий стих И не позволил никому следовать за собою Кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова Приходит в дом начальника синагоги Приходит в дом Иаира Вы подумайте Он пришел в дом одного из начальников синагоги И видит смятение из-за смерти девочки И плачущих, и вопиющих громко И войдя, говорит им Зачем вы это делаете? Что вы смущаетесь и плачете? Девица, маленькая девочка, не умерла, но что? Спит Смотрите, что делают плачущие после того, как Иисус сказал это И презрительно смеялись над ним Смотрите, они презрительно смеялись Они от плача и громких воплей То есть Все лицо их было мокрым от слез Вам это понятно? Перешли к тому Что стали презрительно смеяться над ним Что происходит? Как это называется? Неверие Они ни во что не верят Она умерла Ой, Иисус, она умерла Иисус, она умерла Ой, Иисус, она умерла 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 Не умерла, но спит Да он сумасшедший Знаете, что сделал Иисус? Смотрите Но он выслал всех Стоп Научитесь у Иисуса Когда вас окружают люди Не разделяющие с вами то, во что вы верите Но он выслал всех Могут быть люди От которых вам придется уйти Или которых придется выставить Но вы не можете позволить Чтобы рядом с вами находились те Кто противоречит вашей вере Вы не можете сидеть и делать это С неверующими Вам незачем находиться Аминь Вот, я услышал Но разве это по любви? Надо тебя отшлепать за этот вопрос Разве это по любви? Но он выслал всех Берет с собой отца и мать маленькой девочки И бывших с ним И входит туда, где девица лежала Смотрите И взяв девицу за руку Говорит ей Талиф о куме Что значит Девица Тебе говорю Встань И девица тотчас Встала и начала ходить Ива была лет двенадцати Видевшие пришли в великое изумление Послушайте И он строго приказал им Чтобы никто об этом не знал И сказал Чтобы дали ей есть Ну разве это не что-то? Он сказал Никому не говорите И знаете, что было дальше? Они побежали и рассказали всем Я так полагаю Иисус знал Что они расскажут всем Что я хочу Чтобы вы взяли из этого? Ваша вера Ваше соответствие Соединяет вас С обеспечением Духа И конечно Будут разные вещи Которые попытаются Инфицировать Вашу веру Но вы должны быть Полны решимости Я никому не позволю Остановить меня И вам надо держаться за это Держаться за это Все равно, как это звучит Вы будете проходить Через необходимый процесс О котором Бог говорит Нормально Однако же при этом Вы должны дать знать Всем окружающим вас Кто есть Ваш Господь Кто есть Ваш Спаситель Кто ваш Целитель Я уже исцелен Слава Богу Я исцелен Мое здоровье Защищено Ваши уста все время повторяют это Вы все время это говорите Слава Богу Я исцелен во имя Иисуса Ранами Его Я стал целостным Слава Богу Исцеление стало доступным Для меня Две тысячи лет назад И я принимаю его Я получаю его Во имя Иисуса Слава Богу Спасибо Иисус Теперь вы переходите К благодарению Я предъявил тебе Иисусом Христом Скажите еще раз Иисус мой источник обеспечения И еще скажите Иисус мой источник обеспечения И всякий раз Когда в вашу жизнь Приходят проблемы Вы сосредотачиваете взгляд На Иисусе Вы сосредотачиваете Свой взгляд На источнике обеспечения Вы открываете Свои уста И исповедуете Иисус Это все что мне нужно Иисус Все что мне нужно Слава Богу Я не пытаюсь сделать то Что Он уже сделал Я принимаю завершенные дела Иисуса Христа И успокаиваюсь в них Он мой Господь Он мой Спаситель Я воздаю Ему Хвалу Аллилуйя Я должен благодарить Бога Благодарите Бога За то немногое Что у вас есть И Он приумножит Это немногое В более чем достаточное Аллилуйя Не сосредотачивайтесь на том Что вам нечем Оплатить счета Устройте служение Хвалы По поводу того Что у вас есть Аллилуйя Давайте учиться Так реагировать Давайте учиться Благодарить Бога Аллилуйя О Боже Вот что Ты сделал для меня Знаете Я делаю это сегодня Господь Посмотри кому Ты позволил Прийти на изучение Библии Я даже и не думал Что эти люди придут О Боже Спасибо Иисус Слава Тебе Я благодарен Я благодарен Вы не тратите время на проблему Вы не тратите время на то Чего у вас нет Вы не тратите время на то Что вы не получили И как кажется Не получите Но все время Вы тратите на следующее Посмотрите Что Господь уже обеспечил Посмотрите Что Он обеспечил Спасибо Господь Спасибо Господь Посмотрите Что Он обеспечил Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому